Мы сидим на скамейке в самом дальнем углу Струковского сада. Крутой склон здесь становится более пологим и ровным и образует обширную площадку, окаймленную вдоль ограды деревьями и кустарником. Скамейка самодельная, два вкопанных столба, накрытых толстой неструганной доской. Мы ждем открытия бильярдной. Эта книга лет 10 назад совершенно случайно попалась мне на прилавке одного из книжных магазинов. Вначале я не обратил на нее никакого внимания. Бильярдные шары на обложке и под заголовок легенды бильярдной Самары скорее сбивали с толку, чем проясняли в чем дело. Но вот я открыл эту книжку на первой попавшейся странице и совсем скоро понял, что теперь это одна из моих любимых книг о Самаре. О Самаре, которую знали немногие. Пусть заходит ум за разум в мире неизвестности, но не сдамся двум за разум тусклости и трезвости. Говорят, язык до Киева доведет. Ерунда. Язык, если вы не обладаете особым даром, доведет вас до того, что вам набьют морду. Ведет нас совсем не язык, а инстинкт. Как голубей или ласточек. Именно он, инстинкт, однажды осенью и привел меня в парк имени Горького, как именовался Струковский сад. В центральной части этого парка, в полуподвале, под рестораном находилось заведение, не обозначенное вывеской. Дверь в прихожую была открыта. Там стояла парковая скамейка, явно украденная с одной из близлежащих аллей. Над скамейкой висела прибитая гвоздем табличка. Тоже где-то украденные советы по юридическим вопросам. Я открыл дверь и вошел внутрь. В комнате стояли четыре бильярдных стола. Два поперек и два последних вдоль. На всех столах играли. Но народу было немного. День. На стене напротив висела грифельная доска, провозглашавшая очередность игры. А рядом, чуть левее, другая правила поведения в бильярдной. Но не успел я осмотреться, как обнаружил, что вдоль стены по направлению ко мне движется человек с округлым приятным лицом. В руках у него щетка на длинной ручке. Он делает ею движения, имитирующие подметание пола. И что-то негромко говорит, смотря мимо меня в дальний угол. Когда он приблизился, я разобрал его слова, чтобы ноги твоей здесь не было. Никогда в жизни клянусь мамой. Сообразительность и внутренний голос подсказали мне, что слова эти относятся ко мне и только ко мне. Ретировавшись, я вновь оказался за дверью. Но через несколько минут там появился Рэм, который сказал, я за тебя поручился. Можешь сюда ходить. Мы не беседуем. Мы просто сидим и думаем. Каждый о своем. Утро погожее, но не солнечное. Начало апреля. Снег почти везде уже растаял. Он затаился только в укромных ложбинках и под раскидистыми кустами, прикрывшись опавшими листьями. В двухстах метрах перед нами Волга. Она суровая, мрачная. Она покрыта набрякшим тяжелым льдом. Она беременна талой водой. Она в преддверии ледохода. Пройдет несколько дней, и она, озаручившись поддержкой питающих ее больших и малых рек, взломает панцирь ледяных канталов. И, освободившись, начнет крушить все, попадающиеся ей на пути, размывая крутояры и выворачивая многотонные камни-дамб, заливая пологие левые берега, неся где-то разрушение и смерть, а где-то плодородие и жизнь. В метре от наших ног начинаются земляные ступени, ведущие в землянку. Там живет Виктор Федорович. Высокий, худой старик с породистым лицом землянистого цвета, широкоплечий, сутулый, говорящий на правильном русском языке и во все времена года одетый в серую солдатскую шинель, застегнутую под горло. Виктор Федорович тоже имеет отношение к бильярдной, хотя по статусу он вроде бы сторож. Можно было бы зайти к нему, полистать подшивки старых журналов или пригласить посидеть на воздухе, поговорить. Но сейчас он занят. Дело в том, что сейчас Виктор Федорович принимает у себя директора парка. Я часто задумываюсь, что может быть общего между директором евреем, человеком умным, тертым жизнью, на котором висит ярлык «руководитель нижнего звена», и, с другой стороны, человеком без определенного места жительства, изгоем общества, деклассированным элементом. Думаю я об этом и теперь. Может быть, у них есть какие-то общие дела и связи в прошлом? Не исключено. А может быть, они обсуждают, как скрыть нажитые неправедным путем капиталы? Тоже не исключено, но маловероятно. Скорее всего, их притягивает друг к другу то, что известный французский писатель и летчик назвал роскошью человеческого общения. Лично я склоняюсь к этому, к последнему варианту. Мы сидим, ждем. Можно было бы выбрать более комфортабельную скамейку, чем наша. Тем более, что бильярдная расположена в центральной части парка под летним рестораном у самой Волги. Но, как говорил известный политический деятель и наш земляк, хочешь как лучше, а получается как всегда. В прозрачном воздухе хорошо видна другая сторона Волги с прорисованными великим гравером деревьями у самого берега, размытой средней частью и возвышающимися на горизонте Сидоровыми горами. Там в старые времена находилась, как говорили, единственная в России деревянная железная дорога. По ней к реке вывозили тела столетних дубов для сплава. Пеньки от этих дубов я видел сам на крайне высокого подлеска, Когда как-то осенью ездил в те края за опятами. Обхватить эти пеньки руками я бы не смог. А мы сидим и смотрим на Волгу. Справа виден створ жигулевских ворот, красная глинка и барбошина поляна с ее белоснежными архитектурными изысками. Все это заканчивается казармой охранных войск и рабочим городком. За ним находится пересыльная тюрьма, где когда-то сидел будущий известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии и автор рассказов «Матрёнин двор» и «Для пользы дела». Кстати, в этой же самой пересыльной тюрьме примерно в то же самое время Сидел по глупости молодых лет за кражу мотоцикла Бижан. Но если капитана-артиллериста, прошедшего всю войну, в это время не знал никто, То Бижана знали все. Я, как сейчас, вижу его входящим в кафе Дома офицеров. Вот он идет через весь зал к буфету. Ступни ног развернуты на 90 градусов, шаг от бедра, на полных губах снисходительная улыбка. Он не вертит головой по сторонам, не ищет знакомых, но он все видит и слышит. Бутылочку «Псоу» за мой счет на этот столик. Он делает царственный жест рукой. И хотя все знают, что «Псоу» завозили в кафе один единственный раз, И оно уже давно кончилось, и что Нинка из жалости уже неделю наливает Бижану в долг. Но все равно все смотрится как в красивой сказке. Сейчас таких уж нет, а скоро и совсем не будет. Пребывание у хозяина не наложило отпечаток на Бижана. Оно, напротив, добавило ему шарма, как капля хорошего парфюма, а как память о пребывании там. Осталось умение играть в карты и наколки на голенях ног. Они устали. И вот мы сидим на скамейке у Струковского сада. Моего соседа зовут Василий Федотович, а кличка – Чиж. У него крупная, стриженная под машинку голова и очки с очень толстыми стеклами, не менее чем плюс пять. Говорит он всегда тихим голосом. Я очень мало знаю о нем, но однажды был свидетелем того, как, когда возник какой-то скандал, и кто-то кому-то угрожал, он разрешил проблему всего одной фразой. Если ты так сделаешь, то не сносишь головы. Скандал мгновенно угас. Чиж не играет на бильярде, но зато хорошо играет в карты. Если ты сядешь играть с ним в дурака, то в конце партии он назовет карты, оставшиеся у тебя на руках. Еще он ездит в Среднюю Азию и привозит оттуда на продажу голубей редких пород. Промышляет рыбалкой. В конце лета и осенью у него можно купить лежащую на льду в погребе хорошую рыбу – стерлядь и осетра. Гоша неожиданно обращается ко мне, Василий Федотович. Ты не хочешь этим летом прокатиться со мной в Союзу? Вначале Украина, Харьков, Киев, Одесса. Потом заглянем в Ташкент, а на обратном пути в Свердловск. Все расходы за мой счет. Твоя задача только играть по моим командам и маякам. Если я просто сижу, играй как получится. Только не показывай всю игру. Очков 10-15 должно быть в запасе. Если я вынул платок и высморкался, ты должен эту партию выиграть. Если я вытер платком лоб, ты должен выиграть ее обязательно. Впрочем, я все это напрасно говорю. Ты это и так знаешь. Когда вернемся, я думаю, ты будешь не в накладе. Ответ на это предложение дать не так-то просто. Здесь нельзя отделаться фразой «да» или «нет». Наконец, я поворачиваюсь к нему лицом и уважительно говорю. Василий Федотович, я оканчиваю в этом году школу. У меня есть шанс получить медаль. Я хочу учиться дальше. Ради этого я бросил мотклуб, оставил свой любимый мотоцикл с коляской каким-то пижоном. Ваше предложение перечеркнет все эти планы? Как бы вы поступили на моем месте? В этот момент из-за облаков выглянуло солнце. Меньше стало полутонов. Четче обозначилось, где светлое, где темное. Конечно, Гоша, произнес Василий Федотович. Все эти дела тебе совсем не нужны. Дальнейший разговор был прерван боем часов на штабе Приволжского военного округа. Василий Федотович Чиж умер в середине 60-х годов от рака поджелудочной железы. Народ великий и воинственный. Сражается на всех фронтах. А я великий и единственный. Хорошо, что это так. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...